здравствуйте девочки сегодня мы свяжем с вами вот такие вот пинеточки очаровашечки и я расскажу вам и покажу как я их вязала вот такая вот красота у меня получилось связала один и теперь второй будем вязать вместе подошва у меня сейчас посмотрим подошва у меня 11 нет 10 сантиметров 10 с половиной спицы у меня два с половиной потом вязала я вот с такой пряжи она тоненькая но я не взяла в 2 нити но если взять в 2 нити то получится где-то метров 150 50 граммах на мой наметанный глаз уже я знаю что меньше не будет 150 может быть 160 метров будет 50 граммов это такая точно это у меня остатки не так я так подобрала вроде как они хорошо гармонируют сюда в одни пинеточки потом вот скрутила такой вот связала цветочек не знаю я крючком не очень хорошо владею как есть некоторые девочки но что приходила на ум так и крутила не знаю правильно неправильно но и такую вот пуговичку я пришила вот сюда вот в серединку чтобы он получился такой вот нежный ну он так и получился у меня вот такая пинеточка получилось и мы будем сейчас ее вязать хочу сказать что как вязать подошву посмотрите под видео внизу есть ссылочка на вязание подошвы мы будем набирать 32 петли как только вы нажмете на эту ссылочку сразу на весь экран появится фото в рамочке там оформлена все понятно как связать нам подошву те кто копирует видео и она появляется других сайтах который не выходит на youtube значит этой ссылке не будет пожалуйста заходите на youtube на мой канал и смотрите вяжите и наслаждайтесь вязанием итак подошва наша связана на спицы у меня 48 петель вот наша подошва теперь мы берем светленькую ниточку хвостик у нас с левой стороны от набора петель теперь берем светлую ниточку и вяжем 6 рядов по лицевой стороне лицевыми а по изнаночной стороне изнаночными вот вяжем один лицевыми петлями обратно изнаночными лицевыми изнаночными лицевыми изнаночными вяжем 6 рядов для того чтобы нам сделать вот такой вот ролик и так 6 рядов провязано вот так у вас должно получиться теперь мы отрезаем светлую ниточку которую вязали 6 рядов так она нам уже не нужно нужно будет гораздо выше и берем нашу основную ниточку вяжем вот такой вот ролик захватываем ниточку прямо вот отсюда сбоку пониже одеваем эту петлю на спицу и провязываем первую и поднятую петлю одной вместе лицевой петлей теперь поворачиваем на изнаночную сторону и захватываем вот это вот перегородочку сначала я захвачу основной цвет ниточку нам нужно перевернуть петелечку вяжем основным цветом ниточки 2 вместе лицевой так что-то не тут расслоилась одну лицевую провязали и теперь поднимаем и каждую перегородочку из светлой ниточки и провязываем две петли вместе но перед тем как нам повернуть на изнаночную сторону нам нужно перевернуть если кто вяжет петлю так как я вижу его захватываем ниточку провязываем одной лицевой перевернули подхватили и провязали перевернули подхватили готова и так мы вяжем до конца рубчик у меня готов если вы все правильно связали то у вас должен получиться вот такой вот ровный рубчик и с изнаночной стороны он смотрится вот так вот тоже очень аккуратно и красиво так следующий этап вязания мы вяжем опять по лицевой стороне лицевыми по изнаночной изнаночными и мы вяжем так 6 рядов вяжем изнаночными по лицевой стороне лицевыми опять изнаночными лицевыми и так провяжем 6 рядов так провязали мы 6 рядов у нас хвостик с левой стороны и еще по изнаночной стороне мы провяжем последний ряд получается уже 7 ряд нам нужно вернуться на лицевую сторону работы провяжем последний ряд и начнем вывязывать мысик так ряд повязали вот у нас получился вот такой вот подъем теперь далее будем вязать мысик спицы у нас 48 8 петель первую петлю снимаем и вяжем еще 20 петель из кромочной 21 2 3 4 5 6 провязали теперь вяжем 6 петель 1 2 3 4 5 6 далее провязываем 2 петли вместе лицевой надеваем на левую спицу петлю в которой мы провязывали 2 вместе разворачиваем работу и вяжем 1 2 3 4 5 6 2 вместе одной изнаночной разворачиваем работу снимаем эту петлю провязываем 1 2 3 4 5 6 и 7 провязываем которой мы вязали 2 вместе теперь провязываем следующие 2 1 петлю и 2 вместе провязываем 2 вместе провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе которые мы провязывали мы вяжем ее восьмую и затем 2 вместе 1 изнаночной и все и теперь мы вяжем только средние 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 следующие 2 провязываем одной лицевой провязывая 2 вместе одеваем на левую спицу разворачиваем вяжем вяжем опять 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 затем 2 вместе 1 изнаночной разворачиваем и так вяжем дальше пока на спице у нас будет 32 петли так на спице у меня 32 петли я провязала до конца ряда и теперь мы еще провяжем по лицевой стороне ой по изнаночной стороне изнаночными петлями вяжем 2 ряды лицевыми и изнаночными петлями так на спице 32 петли я довязала до конца ряда вернулась обратно то изнаночная провязала изнаночными петлями теперь будем делать дырочки 1 петлю снимаем накид и провязываем 2 вместе опять накид 2 вместе лицевой вяжем тогда последние петли считаем чтобы у нас остались 32 петли теперь по изнаночной стороне мы вяжем все петли изнаночные а и берем теперь светлую ниточку и вяжем весь ряд 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная вот так лицевая и изнаночная лицевая изнаночная последнее провязываем изнаночной разворачиваем работу и по изнаночной стороне видите лицевая петля мы и вяжем не как обычно берем сюда а берем на ряд ниже вот сюда в петелечкой провязываем ее лицевой и сбрасываем изнаночной вяжем обыкновенно теперь мы вкалываем наряд ниже в петлю провязываем лицевой и сбрасываем 1 изнаночная не сюда мы втыкаем которая петля на спице лежит они же вот сюда а Так, ряд провязан. По лицевой стороне мы вяжем обыкновенно резинку один на один, то есть нормально мы вяжем одну лицевую и одну изнаночную. Продолжение следует. По изнаночной стороне мы лицевую вкалываем на ряд ниже, вот сюда вот в эту вот дырочку, петелечку. По лицевой стороне мы вяжем обыкновенно резинку, а по изнаночной лицевую петлю провязываем, вкалывая спицей на один ряд ниже. А изнаночную провязываем обыкновенно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас получается вот такая вот резиночка интересная, выпуклая. А по изнаночной стороне получается вот обыкновенная резиночка, как английская напоминает. И еще раз мы повторим два ряда. Обыкновенно сейчас вяжем и обратно вяжем, вкалывая на один ряд ниже. И так провязали. Если так визуально посмотреть, у нас получается вот три ряда. Три вот эти вот ряда лицевых петель. Теперь мы берем нашу ниточку основную и провяжем лицевыми и изнаночными петлями, обыкновенно не вкалывая на ряд ниже. По лицу и по изнанке вяжем обыкновенными петлями резинкой один на один. Старайтесь чуть-чуть потуже вязать, чтобы она немножечко как здесь была присобранная и чтобы эта белая вязка наша была более выразительной и выпуклой. Так, один ряд по изнаночной стороне опять мы вяжем обыкновенной резиночкой. Продолжение следует... И еще два ряда мы провяжем резиночкой один на один. И теперь провязываем беленькой ниточкой так точно, как мы вязали эти ряды. Сначала вяжем лицевыми и изнаночными, обратный ряд вяжем по изнаночной стороне, лицевую петлю вкалывая на один ряд ниже. И так же мы провяжем три ряда, как мы вязали вот здесь вот. Вот наш пенедочек почти готов. Еще осталось нам пару рядочков. Теперь мы берем нашу ниточку коричневую и вяжем два ряда лицевыми петлями по лицевой и изнаночной стороне. И затем светлой ниточкой мы также вяжем два ряда лицевой и изнаночной. По желанию можете повыше связать, можете еще одну дорожку связать вот такими выпуклыми петельками. Дело дальше ваше, за вами. Как вы будете дальше делать верх. Но я провяжу еще два ряда темной ниточкой и два ряда светлой. И закрою петли. Вы вяжите на свое усмотрение. Можете так же сделать, можете чуть повыше, можете еще одну дорожку сделать. Сейчас два-три ряда провязать коричневой ниточкой и далее провязать более светлой ниточкой еще. Можете связать с окошками. Дело вкуса. Вяжем дальше. Кто как считает нужным. Ниточек у меня связан. И по изнаночной стороне заделываем все ниточки и сшиваем наш пинеточек. Кто хочет сшивайте, кому удобно иголочкой, кому удобно, значит крючком. Выравниваем наши два ряда, чтобы совпадали цветные петельки. И сшиваем полностью до конца. Ну вот и все, наш пинеточек готов, девочки. Вот так он выглядит. Теперь нам осталось связать шнурок. Можете скрутить, можете связать. Я вам покажу, как я вязала вот такой широкий шнурочек. Я не очень мастер вязания крючком, как вы знаете уже. Но покажу, как я его вязала. Делаем первую петлю. И провязываем две воздушные петли. Затем на ряд ниже, вот в эту петелечку, мы вытаскиваем петлю и провязываем ее. Опять вдеваем крючок в крайнюю петлю под косичкой, вытаскиваем и провязываем одной петлей. Вязать не туго. Вот так вот. Надеюсь, вы поняли, да? И вот такой получается наш нурочек. Он вяжется очень быстро. Если вы только будете вязать, то будет не очень удобно протыкать петелечку эту крючком. И вот такой у нас получается шнурочек. Вяжем дальше, я не знаю, сколько сантиметров. В принципе, можно замерить. Ну, так. Приложите, чтобы можно было завязать еще наш бантик. И вот такой у нас будет шнурочек. И так вяжем дальше. Девочки, я связала шнурочек. Ну, если кому интересно, примерно я скажу, сколько мне тут сантиметров. Но я его не растягиваю. Так свободно. Тридцать и двадцать пять, и двадцать четыре. Ну, пятьдесят четыре, пятьдесят пять сантиметров. Я думаю, этого хватит. Теперь мы введем сюда шнурочек. Вот в эти дырочки. И цветочек. Ну, девочки, не буду его показывать вам, как я его вязала. Их миллионы на ютюбе. Можете, может, какие-то другие сюда украшения приклеить или пришьете. Я его тут крутила, даже не помню, как я его вязала. Поэтому вы можете сами найти в интернете любой подходящий цветочек. Связать его. И все. И будет у вас красивое украшение на пинеточках. Вот так вот. Примерно вот как-то так. Так, разровняем, чтобы все было у нас красиво. Завяжу здесь бантик. Так, ну, для красоты примерно вот так вот я приложу. Ну, по-моему, все понятно, четко, ясно. Ну, и все, девочки. Смотрите, какая у нас красота получилась. Какие у нас оригинальные, красивые пинеточки. Они мне что-то напоминают крем-брюле. Такой вот цвет. Прям хорошо сюда подходит. Такие два цвета. У меня были маленькие моточки, я боялась, что не хватит. Но еще он какой моточек и остался. Так что вяжите, берите ваши остаточки ниток. На пинетке много пряжи не нужно. И вяжите с удовольствием. До свидания, девочки. Всего вам доброго. До новых встреч.